Ровно 15 лет назад была создана первая релизная сборка легендарной Windows 7. Думаю, те, кто смотрит это видео, наверняка ею пользовались. А еще более вероятно вспоминают о нее, как о хорошей операционке. Но за что ее любили? Чем она так запомнилась и понравилась многим пользователям? Об этом и пойдет речь в данном видео. Для начала кратко расскажу предысторию ее создания. После релиза Windows XP, Microsoft знали, что такой системе нужен достойный приемник. До 2006 года разрабатывался проект под названием BlackComp. Что он из себя представлял, абсолютно непонятно. Никакой точной инфы о нем не было найдено. Хоть разработка шла около 5 лет. Ближе к релизу Windows Vista, Черный Гребень изменил название на Vena. А позже вовсе был отменен и заменен другим проектом под названием 7. Отсюда уже и начинается создание, собственно, седьмой винты. Кстати, о Vista. Она была взята за основу при разработке. Да и конкретный такой провал повлиял на то, что Microsoft хотела побыстрее исправить все ее недостатки в новой версии системы. И вот, спустя несколько майлстоунов и релиз кандидатов, семерка вышла в релиз. Приняли ее довольно тепло. Высокие продажи не дадут мне соврать. Уже в 2011, спустя два года после выхода, она стала лидером по количеству пользователей во всем мире. Но что этому поспособствовало? Интерфейс Windows 7, по сравнению с предыдущими версиями системы, стал более современным и интуитивно понятным, что сильно повлияло на восприятие системы. Тема Aero была значительно улучшена по сравнению с Vista и где-то впервые появилась. В интерфейсе появилось больше прозрачности, анимаций и фич, которые упростили взаимодействие с окнами. С помощью такой функции, как AeroSnap, появилась возможность группировать окна в удобном положении, перетащив его к краю рабочего стола. А вот AeroShake с помощью стряхивания активного окна, сворачивала все остальные и наоборот возвращала их при повторной тряске. AeroPeak давала возможность, наведя курсор по открытой программе в таскбаре, увидеть ее миниатюру. Кастомизация в этой версии была довольно обширной. Цветовые и звуковые схемы, скринсейверы, обои. Это я еще не говорю о темах от сторонних пользователей, там все вообще на любой вкус цвет. Также появились и другие фичи. Например, панель задач теперь могла закреплять на себе приложение для более быстрого доступа к ним. Виджеты можно было располагать в любой части рабочего стола. А навигация в проводнике и других меню была упрощена. Набив шишки на висте, Microsoft сделали семерку более стабильной и надежной системой, пофиксив большинство проблем. Также представили множество улучшений и новых функций, направленных на защиту пользователей от современных тогда угроз и обеспечения надежной работы. У нее имелся Windows Defender, но в то время он умел бороться только со шпионскими программами. Все же сторонние антивирусы никто не отменял. Контроль учетных записей был исправлен и теперь он не вылазил каждый раз при запуске чего-либо. Также появилась возможность настроить количество уведомлений или вовсе его отключить. С помощью Windows Update система быстро и регулярно получала обновления и патчи, устраняя уязвимости и улучшая защиту. Факт. Windows 7 имела обратную совместимость с Vista, поэтому на релизе множество драйверов и программ были уже доступны. Благодаря различным оптимизациям и улучшениям, Windows 7 работала шустрее, чем предыдущие версии системы. Оптимизация загрузки и использование процессора и графики, быстрое завершение работы, эффективное управление ресурсами и это лишь малая часть. Что из себя представляет семерка сейчас? В 2020 году ее поддержка была прекращена, еще были платные обновления, которые предлагались до 2023. По факту система не актуальна и уязвима для угроз, ведь обновления безопасности на нее уже не распространяются. Ее использование становится все менее практичным из-за окончания поддержки и совместимости с современными приложениями. В 2024 Windows 7 можно использовать разве что только на старых компьютерах. На современное железо ее поставить можно, но это огромное количество костылей, да и это бессмысленно. Она уже устарела. А чем вам запомнилась седьмая винда? Напишите в комментариях. А если вам понравилось видео, то можете поставить лайк, мне будет приятно. Покеда!